Информационный день продолжается. В студии работает Сергей Петренко и далее поговорим о самом главном из Украины. Боевики снова атаковали украинские позиции. Украинские позиции на Светлодарской дуге. Хотели захватить стратегически важные объекты. В результате погибли 5 украинских бойцов. Еще 16 получили ранения. В Воронок, в селе, где войск вообще нет. 4 прилета возле детского сада. Была перебита подстанция, уничтожены электросети. Сейчас местные жители их восстанавливают. Есть два попадания в школу. Идет наращивание сил противника, перегруппировка. Противник хочет вскрыть боевые порядки наших сил и прорваться на Светлодарской дуге в Луганском и Светлодарске. Один украинский военный погиб. 10 получили ранения за минувшие сутки в зоне АТО. Еще 8 бойцов получили контузию в результате активных боевых действий на Светлодарской дуге, сообщают Минобороны. Ситуация на передовой обостряется каждый день. По сравнению с предыдущими сутками, количество атак боевиков увеличилось вдвое. На Донецком направлении по-прежнему под обстрелами украинские позиции в Авдеевской промзоне. Окупанты 5 часов ввели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Также враг обстреливал позиции вооруженных сил Украины возле Зайцева. На Луганском направлении по станице Луганской работал вражеский снайпер. Вдобавок боевики полили по Лобачева, Желтому, Крымскому и по Пасной. На Мариупольском направлении зафиксировано 27 случаев нарушения режима тишины. Боевики вели огонь по Павлополю и Широкино. Там банда формирования проводили минометные обстрелы, а также открывали огонь из артиллерии и бронетехники, включая танк. Также вечером оккупанты стреляли из минометов неподалеку Новотроицкого и провели одну провокацию с использованием стрелкового оружия в районе Старогнатовки. Россия – государство оккупанта, Крым – оккупированная территория. Впервые это прописано в официальных документах Организации Объединенных Наций. Генассамблея ООН проголосовала за проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе. За 70 голосов против 26, 77 воздержались. Документ был подготовлен Украиной. В нем также осуждается аннексия полуострова и репрессии против крымских татар. В частности, убийства, похищения, преследования, дискриминация и запугивания. Россию призывают соблюдать международное право и освободить незаконно задержанных и осужденных украинских граждан. Кроме того, в документе есть обращение к управлению Верховного комиссара ООН по правам человека относительно подготовки отчета по ситуации в Крыму. Международное осуждение ситуации в Крыму, действия России в Крыму, нарушение прав человека России в Крыму, оно неизбежно относится к такому оружию давления на Россию, моральному давлению. Я думаю, что это важное очень решение. Не надо его преувеличивать, потому что Россия как бы пошла на конфликт со всем миром и с ООН в частности. Оправдания убийству посла суверенного государства нет. Даже тот факт, что Россия ответственна за тысячи смертей невинных людей в Украине и Сирии. Так прокомментировал убийство российского посла в Турции министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он подчеркнул, международные законы и права человека должны соблюдаться. Напомню, 19 декабря на выставке в Анкаре неизвестный выстрелил в посла России в Турции Андрея Карлова. Позже выяснили, что это был турецкий полицейский, поэтому он смог беспрепятственно попасть на мероприятие. Убийца выкрикнул Аллах Акбар и произнес фразу, в которой упоминался сирийский город Алепа, уничтоженный сирийскими и российскими войсками. Умер посол в госпитале от тяжелых ранений. Украинцев среди постраждавших в результате теракта в Берлине нет. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Соболезнование жертвам теракта выразил президент Украины Петр Порошенко. Назвал трагедию дьявольским актом насилия, которому нет и никогда не будет оправдания. Напомню, накануне вечером в столице Германии грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. 12 человек погибли, 48 ранены. Следствие полагает, что это был теракт. Полиция задержала 23-летнего беженца из Пакистана, который мог быть за рулем грузовика. Позже издание Дивальд сообщило, что задержан не тот человек и настоящий преступник может оставаться на свободе. Авиапремьера Ан-132. Государственное предприятие Антонов представило новый самолет. Заказчик железной птицы Саудовская Аравия. Торжественно представили лайнер президент Украины Петр Порошенко и принц Саудовской Аравии Турки Бин Сауд Бин Мухаммед Аль Сауд. Это первый самолет, построенный в рекордно быстрой строке за полтора года. В новом транспортном Ан-132 материалы только украинского и западного производства. Предприятие полностью отказалось от российских комплектующих. По словам Порошенко, потребность в таких самолетах в мире до 2035 года составляет порядка 260 единиц. Также глава государства отметил, что сотрудничество между Саудовской Аравией и Украиной имеет большой потенциал. Сегодня исторический день. Мало какое государство может праздновать запуск новой модели самолета. Я поздравляю завод Антонов и Антоновцев. Я поздравляю всю Украину. Поздравляю украинцев. Поздравляю наших партнеров из Саудовской Аравии. На одной платформе Ан-132 собран кластер лучших компаний мировой авиаиндустрии. Мы уверены, что у этого самолета большое будущее. Мы уверены, что его спрос на рынке – 260-290 экземпляров до 2035 года. Я говорю спасибо за эту победу всем авиаконструкторам, всем нашим партнерам. Я поздравляю всех с этим важным для Украины событием. И желаю Ан-132 счастливой судьбы. Украина в поисках новых рынков сбыта сельгоспродукции. Российская агрессия ускорила переориентацию на Европейский Союз, Азию и Северную Африку. Вопреки потерям территории, военным действиям страна остается среди лидеров по продаже зерна, масла, меда и других товаров. Военный удар России обрушил показатели украинского сельскохозяйственного экспорта. К примеру, за последние два года продажа молочных продуктов снизилась на 13%, сахара на 7%, кондитерских изделий на 5%. Динамику роста показал разве что рынок мяса. С 2013 по 2015 плюс 32%. Россия на протяжении долгих лет была основным покупателем нашей продукции. Сейчас мы видим колоссальное падение экспорта по кондитерским изделиям, шоколада, сыра. Сейчас основные потоки экспортной продукции из Украины идут в страны Азии, Африки, Европа. Так, сыр, который фактически первым стал жертвой торговых войн с России, новых покупателей нашел в Молдове, Казахстане, Египте, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Фокусироваться лишь на европейских рынках не стоит. Многие уже ощутили, кто экспортировал только в Россию. Что такое концентрироваться лишь на одном рынке. Мы не должны повторять ту же ошибку. Поиск новых рынков для экспорта украинских продуктов продолжается. Наша страна планирует укрепиться на азиатских рынках и продавать свои товары в Индии, Японии и Южной Корее. Привлекательны для Украины и Средний Восток, Северная Америка и Южная Африка. Также наша страна планирует предложить зарубежному рынку новую продукцию. Спрос на органическую продукцию в Европе растет бешеными темпами. И уже не только в Европе. Чеснок, я думаю, по прогнозам в следующем году у нас будет намного больше производства чеснока, поскольку в этом году очень сильно взялись и очень многие уже в хозяйство посадили тот же чеснок. Содействие малому и среднему бизнесу в Украине оказывают международные инвесторы. Так, Европейский банк реконструкции и развития предоставляет грантовую помощь. Предпринимателям помогают привлечь консультантов для выхода на внешний рынок. Чтобы стать участником такого проекта, бизнес должен быть на рынке более двух лет и показывать динамику развития. Наша компенсация при привлечении украинской консалтинговой компании составляет 50-75% стоимости чистой консалтингового проекта, но не более чем 10 тысяч евро. Когда привлекается международный эксперт, наша грантовая помощь может составлять до 90% стоимости такого консалтингового проекта. Украина экспортирует свою продукцию в 180 стран. За 10 месяцев текущего года предприниматели заработали 10 миллиардов долларов. В топе наша страна остается по продаже зерна. В прошлом году иностранцы купили 39 миллионов тонн. В нынешнем ожидается увеличение еще на 2 миллиона. Маргарита Харунджи, Евгений Савицкий, UATV. На этом мы заканчиваем выпуск. Более детальную информацию можно найти на Фейсбуке и Ютубе. Спасибо, что остаетесь с нами.